Дмитрий Рябков студент третьего курса Мамадырского политехнического колледжа. Он в этом году получит диплом по специальности права и организации социального обеспечения. Эти знания позволят выпускнику работать по различным управлениям, регулирование общественных отношений, предоставление гражданам социального страхования и денежных выплат, государственной помощи, а также реализации и защите конституционных прав граждан. Считаю, что данные встречи очень нужны для студентов. Они так проявляют себя, показывают, получается, работодатели дают им шанс показать себя, показать, где они будут работать, с чем они будут работать и многое другое. Для студентов это очень познавательно и важно знать им такую информацию до поступления на работу. Дмитрий и еще 187 студентов выпускных групп собрались в актовом зале учебного заведения на традиционную встречу с главой района и работодателями. Обсуждались важные вопросы жилищной отрасли и дальнейшему трудоустройству студентов в Мадырском районе. И где вот так, значит, легче решить жилищный вопрос, у вас нигде не удастся. Как и в Мадырском. Потому что в Мадырском сегодня участвуют, сегодня есть программа, значит, в которой можно по 3-2, на 25 лет. Сегодня, вот, если, допустим, про площадки начали работать, создали семью, получаете там 30 миллионов курсов. Надо каждый месяц, в принципе, все оплатить. В колледже проводится большая работа по трудоустройству выпускников. Организуются индивидуальные встречи с конкретными работодателями. Круглые столы, трудовые практики и другие. Это позволяет не только закрепить молодого специалиста к будущей специальности, но и помогает молодым людям трудоустроиться сразу же после окончания обучения. Построить успешную карьеру и найти свое место в жизни или даже призвание. Встречи очень полезны в выборе будущей профессии. К сожалению, пока со мной еще не определилась, где я буду работать в будущем. Представители учебного заведения отмечают необходимость проведения таких мероприятий, позволяющих студенту определиться с будущим местом работы и помогут закрепиться молодому специалисту в агропромышленном комплексе и не только. На сегодняшний день в Мадырском политехническом колледже можно обучиться по 8 направлениям. У нас сегодня пришло много работодателей, такие предприятия, как кроме нашего якорного ремагра, к нам еще пришли и социальные сферы, у нас есть выпускники-юристы по юридическому направлению. Поэтому я думаю, что мы сможем район оснабдить не только сухоз, и техническими специальностями, но и гуманитального направления. После завершения выступления работы дателей студенты имели возможность индивидуально пообщаться с представителями организации. Гулина Гельмолина, Алмаз Камалеев и Лизан Ургалиева. Новости Татарстана.